Представляете, друзья, привет! Я как бы почти открыл тайну божественного устройства мозга человека и его механизмов внутренней работы. Невероятно, невероятно. Оказывается, страх в нейросетях мозга – это короткое замыкание от перенапряжения. А перенапряжение возникает тогда, когда человек сталкивается с неизвестностью, которая касается инстинкта самосохранения и угрозе инстинкта продолжения рода, жизни. И вот когда возникает необходимость в мозге у человека быстро-быстро перебирать решения с мгновенной скоростью, как поступить и так далее, происходит зависание. Как в компьютере. Зависание в компьютере, да, это называется, ну, я не знаю, как вы можете это сказать, у человека бывают ограничивающие убеждения и так далее, и так далее. Они формируются, комплексы защиты, которые компенсируются, которыми занимались раньше изучением психоаналитики и так далее. На самом деле психоанализ совсем не на том устроен, оказывается. Он, оказывается, устроен на том, чтобы создать синхронизацию. То есть, когда психотерапевт, психоаналитик, психолог наводит своего пациента, его внимание, а там, где внимание, там и сознание, наводит его внимание на больную точку в душе, а сейчас я еще скажу, что такое душа, так у него в этот момент начинается поток речи, он начинает изливать, он начинает выговаривать все, что у него наболело, у кого что болит, о том и говорит, и таким образом у него происходит разгрузка. И вот эта зацикленность, вот это зависание на проблеме, вот это короткое замыкание, которое у него случилось от этого перенапряжения, там может криз был, может андреналовые явления были, и когда он выговорится, выговорится, у него возникает поточное мышление. Поток, это когда между мыслями и между словами нет перерыва, поток, это непрерывность. И вот посмотрите, как интересно, я в прошлый раз рассказывал в одном из роликов, как одна дама собиралась лететь в Америку, она так боялась лететь в Америку, у нее такой страх был, а там лететь 10 часов, она боится самолетов, и вдруг она увидела, как два еврея стояли с пейсами и покачивали головой, читая Тору. И она засмотрелась и внутри себя как бы повторяла это действие. И потом мне она сказала, и вдруг я, когда летела в самолете, оказалась как в раю. То есть что произошло? Синхронизация. То есть вот ее напряжение, как я буду лететь, как я буду себя чувствовать, до доли чулья, до целых 10 часов, вот это перебор решения, перебор решения. За счет согласовательной деятельности, то есть повторяли, покачивая головой, чтобы внимательно читать Тору, потому что когда вы сосотачиваетесь, ваше внимание сужается, напряжение растет, а чтобы быть внимательным, невольно происходит покачивание. Это тысячелетняя история, когда человек думает о чем-то напряжении, он ходит туда-сюда по комнате, стучит пальцами, отсюда пошла жвачка четкие и так далее, и так далее. Так вот я вам хочу рассказать, как это просто божественно, ведь гениально просто, да, божественно устроены механизмы работы мозга человека. Страх – это короткое замыкание от перенапряжения. А чтобы научиться снимать страх, научиться быть все время мудрым, балансе, мудрым, равновесии, надо согласовать. То есть у нас есть такой, так называемый, внутренний интерфейс мозговой, согласовательный механизм психических и физиологических процессов, иначе говоря, духа и тела. Этот механизм основан на чем? Чем выше напряжение, тем чаще повторяемое действие. До дрожания, до нервной дрожи, до трепета. Чем ниже напряжение? Ну, покачивание. Так мама ребенку ритм подбирает в соответствии с его состоянием. То есть вот это соответствие течением эмоциональных и интеллектуальных процессов с телесными процессами, согласования в целостность. Вот эта целостность и есть душа. Целостность. И все решения человек принимает в душе. Например, ему говорят, хочешь помолодеть? Ну да, конечно, хочу. А принял ли ты это в душе, что ты действительно хочешь молодеть? То есть поверил ли ты, что ты помолодеешь? А он говорит, да нет, вроде только в уме думаю так, а на самом деле в душе не согласовано. Так как же ты помолодеешь, если ты душой это не принял? То есть целостность твоя не синхронизирована с этим. Ты чем бы ни занимался, ты все равно не сможешь сосредоточиться на том, что мы будем делать на вебинаре, который именно как помолодеть, как помолодеть с помощью метода ключа, управляя своим стрессом. Потому что вот именно стресс – это неуправляемый транс. Неуправляемое – это неуправляемое гипнотическое состояние, в которое вы впадаете, вот этот страх, вы впадаете, вы шаги, в этот момент ни о чем не думаете, у вас паника. Это инстинктивная защитная реакция, которая может вас стареть постоянно. Потому что кто находится под воздействием страха, постоянно болеет. Время и годы его сокращаются. Голев постоянно омолаживаюсь. Вот почему мне все говорят, что вы все время молодеете. Ну, постреку еще височки, еще стану моложе. Буду похож там. Какой там у меня великий Лев Мелехов фотографировал в книге знаковую фигуру вашей эпохи и нашей эпохи. Там я такой, о, такой классный, такой буду опять. Но там, правда, я с трубкой, как Мегре или писатель. Ну, ладно, трубку-то я не курю уже. Дело не в этом. Я еще и шутник, понимаете? Ну, это потрясающе. Как устроен? Как устроен мозг человека? И вот когда вы узнаете, что оказывается ночью надо засыпать, мечтая о том, что вы все можете, все, что хотите, можете, можете и имейте возможности. Просто мечтаете, даже как дурачок, как дурочка. Просто мечтаете о том, что вы богаты, что вы счастливы, что вы здоровы, что вы молоды. Вы представляете себе, что вы сделаете? Вы сделаете то, кто ничего не знает. Но перед этим сделаете шалтай-болтай, который снимает лишнее напряжение, выводит вас из зависания. При этом сделаете хлест, разомните. Ну, короче, я там все покажу и расскажу. Но это потрясающе, правда? Поэтому, если вы перед экзаменом, или ваша внучка, или внук готовится к экзамену, если он делает в соответствии со своим напряжением синхронизирующие действия, думая об экзамене, и переживая об экзамене, так он будет на экзамене, как в раю, как эта дама летела в самолете, 10 часов испытывая удовольствие, а боялась. Так то же самое перед любым делом. Если человек плохо засыпает, если он, допустим, свернется на совещание, или на выступление, или там собирается какой-то проект делать, и у него нет в душе принятого решения, что он это сделает с удовольствием, то как же он его сделает? Он где-то там обязательно в засаду вот этого сомнения попадет. Да по вере вашей, да будет вам. Так же сказано давно. Ну, значит, до этого нужен образ будущего, который вы формируете, чтобы вы в душе приняли, в целостности интегрировали. А как вы можете интегрировать, если вы зажаты, там зажаты, здесь зажаты, если у вас сомнения, страх? Ну, как вы можете интегрировать? Конечно, вы только умом понимаете, а в душе не принимаете. А раз в душе не принимаете, у вас ничего не получается. А чтобы в душе принять, согласиться с тем, что да, действительно, я помолодею, да, действительно, я сдам экзамены, да, действительно, я здорово выступлю, да, действительно, я сегодня вечером создам новое открытие, напишу новый шедевр, да, я уже писал, этот шедевр показывал, а там не отдала, дописала. Ну, как же это у вас называется наслаждение шампанским? Я там имел в виду, что вместо шампанского, вина, водки там и так далее, вместо сладости, мучного, мы как раз-таки на вебинаре подскажем путь, как пересечь, на эндорфинное обеспечение, потому что, когда андреналин резко падает, который держит нас в напряжении, это же мобилизационная вещь, андреналин. Резко падает, вот, в зависимости от скорости снижения андреналина, у нас там есть шкала стресса, мы всем дадим, в зависимости от скорости снижения андреналина у нас включается эндорфин, а это же радость, опьянение, это счастье, это удовольствие, самозалечение, самоисцеление всех клеточек, нарушенных или истощенных, это рубцевание всяких язв, это улучшение кровоснабжения мозга, это подача кислорода в клеточки мозга, пополнение клеточек мозга запасом питательных веществ, это же много. Ну, конечно, она мне написала, ну, как же она может наслаждаться шампанским, это же условно шампанское, если у нее такая ноша на голове. Ну, во-первых, я вам хочу сказать, да, конечно, вот живые люди, чтобы ношу снять, напряжение там, или забот, впечатлений там, страх завтрашнего дня, отсутствие образа будущего, уверенности в себе, или в своих делах, и уверенности за жизнь детей, их воспитание, здоровье, и так далее, чтобы эту ношу снять, поэтому раньше люди водку пили, а теперь можно, оказывается, включать эндорфин, ну, это интересная штука, и я вам скажу, как это делается, и я вам скажу, как люди омолаживаются, как я сам омолаживаюсь, мне 75, а у меня в марте 4-го будет 71. И вот, друзья, таким образом, если вы будете бояться чего-то, то есть какого-то действия, выступления, или сердце ёкнуло, или ещё что-то будете бояться, если при этом вы будете делать синхронизирующие, согласующие ум, тело, эмоции, действия, вы выходите из страха, вы выходите из стресса, из этого неуправляемого трасса, из этого гипноза, вы начинаете быть разумными, поэтому у меня в одной из книг написано, что человек становится личностью, побеждая страх, и помогает ему в этом любовь, любовь к жизни, любовь к делу, любовь к детям, любовь к своему, понимаете, делу, это точки опоры, чем больше любимых дел, тем больше точек опоры, любовь, Бог это любовь, это синхронизация, это согласование всех элементов, единый организм, единая целостность, и соответствие вот этих вот, клеточек тела, клеточек мозга, законам вселенной, которые, о боже мой, не буду больше философствовать, а то там мне опять кто-то скажет, ну давайте конкретно, что вы там говорите, что вы там говорите, что как говорят, воды говорит, еще ни одного конкретного слова, а вы возьмите книги мои почитайте, там все сказано, и вот последняя книга зависла с изданием, почему? Потому что, оказывается, по каким-то новым законам, сейчас все авторы новых элементов, приемов, которые в нашей школе, человек будущего, Homo Futurus, создавали свои элементы, развивали метод ключ, да, они писали мне в книгу, я их расположил, там, с их именами, как и в прошлой книге, как и в будущем будем делать, но поскольку их много, этих замечательных авторов, в нашей школе, очень много, и очень много имен, а теперь, знаете, что говорят, мы напечатаем только тогда, когда они все предоставят, что они не возражают, что их имена там будут, а то вдруг потом суды начнут, какие суды, что за глупость, короче говоря, теперь, оказывается, изобретать сложно, но давайте, вы все равно пробьемся, знаете почему? Потому что метод ключ, это ключ к окну будущего, это будущее, это ключ, почему я такой поточный сейчас? Да потому что открытие сделала, когда мужчина делает открытие, это все равно, что женщина-ребенка родила, вот оно в чем дело, мы все творцы, и мужчины, и женщины, да, сойдемся вместе по-человечески, с этой человеческой любовью, и мы всегда победим, всякие эти заслоны, глупости, создадим наш человеческий нормальный мир, до встречи, до объявления вебинаре, как помолодеть будет, будет и голова лучше соображать, и шедевры будете писать, любые, которые вы хотите, потому что вы сможете открывать свои заталанты, а те, которые уже у вас забыты, заново освежите, до встречи, друзья.